Доброе утро, дорогие друзья! Итак, у нас с вами вторник, недельные главы новых, главы потопа. Вы знаете, сегодня мир все больше и больше напоминает допотопную ситуацию. Происходящее в современном мире можно обрисовать при помощи такой притчи. Три молодых человека спасли великого короля, и расчувствовавшись, король решил, что хочет их одарить. Он сказал, что вам дается с утра до вечера время, зайдите в царскую сокровищницу и вынесите все, что вы успеете за это время. Приготовились через 2-3 дня, совет при царе говорит, что очень много потерь будет, давай подумаем, как быть. И вот, когда молодые люди пришли ко входу, смотрятся, там накрытый стол шикарный, потрясающий, шампанские самые лучшие. Женщины там, красоты необыкновенной, музыка, такой стол, ну, представитель тост изговорит. Все сели, выпили раз, выпили два, выпили три. Прошло часов 5. В это время один говорит, подожди, время, которое я здесь провел, я же сокровища не соберу. И тихонечко ускользнул, и пошел заниматься делом. Второй, только перед самым закатом бросился наверстать упущенное, там, немножко взял, ну, совсем немножко. Третий увлекся так, что забыл обо всем на свете. Гулял он красиво, пил, все, а потом раз, время, и время прошло. Мы пришли в этот мир на определенное время, чтобы доказать, что наш приход полезный, что мы найдем спрятанное сокровище. Мы пришли в этот мир для того, чтобы набрать себе сокровищ на дорогу, на длинную, вечную, там, неизвестно сколько длится, если дороги. И ведем себя, соответственно, этим трем молодым людям. К сожалению, одни вообще сидят, пируют, вторые еле-еле успевают, и только третий понимает, в чем суть происходящего на этой земле. У каждого на земле, вот надо понять, есть такой пророк Малахи, да, он сказал совершенно интересное слово. У каждого на земле есть свое небо, то есть у каждого человека есть свой потолок. А вот это, то, что я сейчас рассказывал, маленькую, короткую притчу, это такой рецепт от головокружения, от успехов. Если мы не, вот что-то у нас получается, нас захватывает это, и мы уходим от служения, то, к сожалению, изобилие ведет не всегда только к положительным результатам. Любая достигнутая нами высота какая-то, это не повод для самоуспокоения, это только ступенька. Надо понять, как устроен этот мир. Прекращение подъема подобно смерти. И нельзя сказано в трактате, вот, если сегодня, как вчера, то зачем завтра? О чем разговор? Человек должен двигаться вперед. Двигаться тяжело ему или легко, он должен двигаться вперед, потому что другого пути у него нет. Он может остановиться, набраться сил, отдохнуть, это нормально. Но главное, чтобы он помнил, что движение, движение, это жизнь, движение, это цель. А расслабление, это только, так сказать, набираться сил. Мы должны быть, как вот в этой вот маленькой притче, понимать, что у нас есть время только вот от и до. Еще одно. Нельзя, надо сверять свои действия вот с моральными весами. Надо искать вот ту самую золотую, там, или истину, из-за которой гонялся весь мир. И она очень простая, каждый может найти ее. У мира есть хозяин, мир построен по духовным законам и так далее. То есть человеку надо искать вот эту истину. А с чего следует вообще поиски истины начинать, да? Наши мудрецы утверждают, что с проверки инструментов, с помощью которых мы собираемся вести свою исследовательскую работу. Вот можем ли мы отличить истину от неистину? Какая? Без подготовки это невозможно. Мы часто подкуплены своими желаниями, своими привычками. Человек видит правду почти всегда. А вот правду ответить себе самому у него не всегда получается. В общем, поставьте такую интересную историю. Надо проверять, проверяя, вот не фальшивы ли наши внутренние весы. Слышим ли мы то, что хотим, или слышим то, что есть на самом деле. Возьмите 20 человек, сядьте, расскажите одну и ту же историю. Все услышат разное. Неправильная оценка поступающей информации, это гарантированная ложь окончательных выводов. Фальш, которая вот закралась в наши внутренние весы, взвешивающие поступки, они и являются тем, что может нас заставить заблудиться в этом мире. Кажется, вот мы же думаем. У нас, мы хотим двигаться то, что самое главное в нашей жизни. Мы хотим двигаться к результату. Мы пришли в этот мир не для того, чтобы сидеть на пятой точке. Поэтому, еще раз говорю, взглянув на мир каким-то, ну вот честным взглядом, мы обязательно увидим то, с чего мы начали наш урок. Мир духовен, у мира есть хозяин. Мы пришли сюда с целью, с целью одной. Не уйти из мира такими же пустыми, как пришли сюда. Браха вас, лоха, всего самого лучшего.